Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Пойдем! Ренат Булатов! Витя Петров! Тоже погибли! А вот Леня Это в расположении Его журналист, по-моему, фотографировал Не для газеты, так, на память На память Это осталось от моего отца Здесь все понятно Курско-Орловская дуга Горько, но понятно А это Ленин Орден Как это понять? Как? Молчишь А что говорить-то? Что ему говорить? Вот он Сидит Живой Здоровый А наш Ленечка Живой Да, живой Виноват Извините Успокойся Нина Нина Нина, еще чего, обиделся, а? А мог бы и понять Я не обиделся, просто Прошу вас, не уходите Пожалуйста, не надо Простите меня Пойдемте в комнату, пойдемте Ленинград Против вас, Денис Раиме-Старк 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 КОНЕЦ 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 Заказала я жизнь красивую Вот и выполнен мой заказ Отчего ж печаль негасимая Отчего ж тогда соль из глаз Отчего ж тогда соль из глаз Я вся скроена из окраины Стала в центре жить, нечем дышать Вкруг меня дома, стены каменные От себя бежать не сбежать Пусть артистка я стала известная На виду не голка в стогу Но была, не была, он жить как жила А иначе я петь не смогу А это ты? Ну что ты стоишь? Заходи Где ты был? В Нарве Что ты там делал? К Лёне Седых ездил К его родителям Уж лучше б меня убило Никому бы горя не было А я тут с ума схожу Прости меня Злой я тогда был после комиссии Ну хамил тебя Ненормально Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Влип я как последний идиот Ревизию на нефтебазе проводил И влип Там такие тысячи сливаются Тебе и не снилось Ну я начал копать и докопался Иду по базе Другца милиции А в кармане деньги Они меченые деньги Мне подсунули Свидетели откуда-то появились Я их с роду не видел Судья так тот меня вообще не захотел выслушать Только подсмеивался И вот Два года и сто пятьдесят два дня я здесь Азизов Директор нефтебазы в честных ходит Выходит Ни за что посадили Выходит А может здесь все Ни за что сидят Про всех не знаю Но я на подкуп не пошел И в результате вот Полюбуйся Я так сделали Что не отмоешься Я конечно не ангел Но в данном случае Не за свои грехи сижу Жаль Не успел твоей матери памятник поставить Пять лет уж как стоит Извини Не знал Мраморный Да нет обычный типовой Ну как Афганистан Не курорт А где дальше служить будешь Еще не знаю Зачем вы меня позвали Теперь сын Ничего что я тебя сыном называю Ведь это же так Так Вот После всего что случилось Только ты можешь помочь мне Чем? Ты приехал оттуда Напиши прокурору города Республики Союза наконец О чем написать Обо мне О следователе Которого отстранили от моего дела Вот она бы разобралась А что ж сами не напишете Писал Да кто же мне поверит Да кто же мне поверит А мне Тебе поверят К тебе отношение другое Ты же воевал Кровь пролю Так вот зачем вы меня позвали Столько лет Ни слуха Ни духа А теперь вспомнили Лежачего бьешь Нехорошо Нехорошо Ну ладно А если все не так Как вы мне рассказали Не веришь Ведь подохну Я Не выдержу это все Хорошо Считай что разговора не было Спасибо за все Извини что потревожил Свидание окончено У вас же длительное свидание Что? У тебя здесь поезда Всегда так грохочет Я привыкла Знаешь У нас в детдоме Учитель математики был Очень на тебя похож Несчастный человек Молчать Десант Ты ничего не понимаешь Хайдаров Я завтра днем свободна Пойдем куда-нибудь Пойдем Ну что случилось? У отца я был У кого? У отца Ты же говорил У тебя никого нет Говорил Он мать бросил Когда мне еще восьми не было На дочке большого начальника женился Карьеру хотел сделать Вот и сделал Сидеть теперь Как сидит? Как сидит В зоне за проволокой Теперь вспомнил Что я есть на свете А за что он там? Говорит не за что Просил помочь Освободиться А ты? Сигарета какая-то Сырая Если бы у меня был отец Хоть какой Хоть где Хоть в тюрьме Я не знаю Что бы я для него сделала Потерпи Потерпи Вот так Все Сейчас будет легче Ну 35-35 Куда лезешь? Уберите канистру Уберите Красные Жигули 58-91 Проезжай к четвертой колонке Вторая не работает Эй парень Ну-ка иди сюда Иди-иди А в чем дело? Ну что возникаешь, батя? Я тебе не батя Я на 40 литров талонов дал А ты мне налил 35 Ты посмотри на счетчик Посмотри Стрелка видишь где? Сейчас разбежался Вот куда смотреть полагается Боя шарманка брешет И потом Что за бензин у тебя? Видишь? Не испаряется Вода Слушай, поезжай давай, батя Поезжай, а? Я сейчас тебе поеду Собак Я поеду Ни стыда Ни совести Жульон Слушай, дед, за это схлопотать можно Обнаглели Среди бела дня воруют Никого не боясь Ничего Ну пожалуйста, пропусти Ты же видишь, ты всех задерживаешь Вот правильно, кончай базар Поезжай Люди ждут Вот из-за таких, как ты Вся жизнь Ох, окопались А мне спешить некуда С ним разбирайтесь Я бы давно отпустил Вы что ты сидишь А из-то здесь сичем Ты видишь, он стоит и не с места Попробуйтесь Быстрее, сейчас А хранить не надо, батя Не к лицу это пожилому человеку Алло, приемная Да я вас слушаю А, здравствуйте Да Сейчас, минуточку Пройдите Я рассмотрел ваше заявление Ознакомился с делом вашего отца К сожалению, все факты против него А, ошибка исключена Увы Судя по документам Прошу А как вы можете объяснить Что в ходе следствия Заменили следователя Вы имеете в виду Каримову? Да Извините Слушаю Угу Нет, нет Хорошо Пишу Двадцатого Коллегия Хорошо договорились Я буду обязательно А Каримова сама отказалась от дела Куда я еще могу обратиться? Есть и республиканская прокуратура Есть и прокуратура союза Но это безнадежно Понятно Спасибо До свидания Всего доброго Я повторяю вам, что согласно приказу Я передала это дело Другому сотруднику Но ведь вы же начинали это следствие Да Ну теперь, как видите Перед вами не следователь А работник архива Извините Постойте Вы знаете Единственное, что я могу посоветовать вам Добивайтесь пересмотра дела Есть основания Я все вам сказала Спасибо Спасибо Сколько раз тебе нужно объяснять Вызывал, предупреждал, а с тебя как с гуся вода Посмотри, везде протечки Заменить-то надо прокладки Главный механик называется Пулат Азизович, а я же предупреждал Извините, к вам пришли Военный Скажи, пусть подождет Все ясно, да? Да, а ты за всем проследишь и лично доложишь мне Премии лишу, а то разболтались Азизов Хайдаров, слушаю вас Мой отец Хайдаров Максум Максум? Да, грустная история Мне надо узнать В чем он виноват Вы не в курсе? Нет Ну как вам сказать Ваш отец проводил тут привизию И... И что? Вы сын И мне трудно об этом говорить И все-таки расскажите Я очень прошу вас Как вам сказать? Вымогал, понимаете? Взятки с людей требовал А за что он их требовал? Да ни за что Ваш отец думал, если здесь бензином пахнет, то обязательно все тут воры Грозил Что докопается до всего А что здесь копать? Зачем ему все это надо было? А все Деньги Деньги Вот беда И ему дали? Дали Но эти деньги были из ОБХСС Меченые Его прямо с поличным взяли Вон у той Эстакады Простите А вы знали об этом? Ну, о том, что ОБХСС собирается предпринять ОБХСС? Нет Понятия не имел А вы Поехали б к отцу Он сам все вам расскажет А он мне уже рассказал И со следователем Каримовой я говорил А что Каримова? Денег-то отец не брал Их ему в пальто подсунули Подсунули? Кто? А вот это я у вас хотел спросить Интересно Кто им их подсунул? Поверьте Я искренне Сочувствую вам Но ничем помочь не могу Не знаю Не знаю У меня к вам просьба Вы К прокурору города зайдите И желательно с повинной Чего? А ну вон С территории базы Пока я охрану не вызвал Вон отсюда сопляк Легите Сделаешь так Как я сказал Понял Дерьмо Кафе отменяется Едем за город Еще лучше Согласна? Согласна Устала? Есть немного Сейчас ко мне домой на минутку Переоденусь Мои? Что? Господи, откуда? Да о чем ты? Это же мои Капитан Командир, ребята Здравия желаем, товарищ капитан Наконец-то Товарищ капитан О-о-о Да Хороши, хороши Азамат Сигареты там В шкафу Вот, товарищ капитан Ликулеш Варснягер Вот, потомство Джамшит Вылитый я Джамшит Аброрович, значит? Так точно Сколько ему? Год и пять месяцев И восемь Нет, девять дней Наш Десантник Нам хозяйство поднимать И поднимать надо Японцы молодцы Видели передачу? Всего одна фигура Это где замкнутый цикл? Во-во Так кто ж японцы? А мы как тот водопроводчик Чиним краны, а тут всю систему Мирать надо Олеж, слышу, а как у вас общежитие? Твое дело приехать А вы куда едете? Самарканд Учиться, работать Я вот этот дарминститут закончил Юридический факультет Юрист? Так точно Пересилочка Скажите Вот у одного моего знакомого отца осудили Он не виноват Его подставили А я телеграммы не дал Свалюсь как снег на голову Вот он я Все обалдеют Попадают Чья это подпись? Мономарев Сережа А этого духа Что Леня Седых Живьем взяли Снайпер-сволочь Практически уже ничего не изменишь Для пересмотра дела Нужны основания А из вашего рассказа Я понял, что В пользу осужденного Нет никаких фактов Жалко Ну что же делать? Пошли Пошли Освобождайте место Пропусти Вот это настоящий царский стол По местам Да Отлично Ребята Садимся Сели Почему так хорошо, а? Да Вот Вилки у всех есть Спасибо Салат берите Азамат Открывай и по кругу Два Ребята Давайте запомним этот день А какое сегодня число? Двадцать первое Давайте каждый год В этот день собираться На будущий год у меня в Андижане А лучше у меня в Самарканде Почему в Самарканде? Прошу в Тбилиси Качапури? А лучше у меня в Киеве Нет Ты берешь свои качапури И приезжай в Бахчицарай Нет, как мне, просто Ой, 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 ребята Давайте лучше выйдем За ваше возвращение Отлично Спасибо, Валюша Мне до армии цыганка нагадала Что в тридцать лет буду министром Я бы за такое предложение Пол сотни не пожалел А заместитель возьмешь? Нет, личным шофером Еще куда не шло Когда тебе тридцать исполнится Министры ходить пешком Плесни меня, Ромки Председатель Любой Респондент Начальник Мабочка Куда я еду? В Ростове тоже не пика Сколько тебе лет? А вот Ну ты что Так вот тяжело Ах-ха-ха-ха Ах-ха-ха-ха Ах-ха-ха 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 Простите, отчие просторы, Что на губах моих зола, Ни под Москвой, ни под Ростовом Война сердца нам обожгла. Не под Оржевом в Кандагаре Остался Тимка с Соловей. Мы пахнем пылью, пахнем гарью, Встречая отчизна сыновей. Страна с огромными глазами, Мы воевали как могли, Но шли не брянскими лесами, И не с маленщиной ушли. И не под Брестом, а под Хостом Теряли мы своих друзей, Кто виноват об этом после, Встречая отчизна сыновей. Я помню край душманской бездны, Остался друг на том краю, У твоего сошел подъезда, Я сигарету докурю, И в сердце горечи не пряча, Пойду я к матери твоей. Припав к рукам, ее заплачу, Встречая отчизна сыновей. Припав к рукам, ее заплачу, Встречая отчизна сыновей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, покажи, покажи. Ой, смотри, боже. Наш автобус. До свидания, Валя, спасибо. Счастливо, товарищ капитан. У меня самолет 20-40. До встречи, спасибо. Приезжайте, мы вас будем ждать. До свидания. Вы пока в Ташкенте. Счастливо, товарищ капитан. До свидания. До свидания. До свидания. Идет. В чем дело? Все, хватит. Вот так. Не в свои дела нос совать. Ну, выздоравливай. Постарайся быть поумнее в другой раз. Наверное, я занимался самодеятельностью. Пытался все выяснить сам. Но меня на это подтолкнул разговор с Каримовой. Давайте по порядку. Я же написал заявление. Они предупредили меня, чтобы я не лез не в свое дело. А какое дело? Какое? Я побывал на нефтебазе. Потом этот парень из бензоколонки. Нападение на меня. Я вызову к себе следователя Каримову и уточню причину ее отказа от расследования. И что дальше? Есть основания возбудить уголовное дело о драке. Но ведь драка это не главное. Минутку. Возможно, появится зацепка для пересмотра дела вашего отца. Ну что ж. Заявление ваше я приму. Мне кажется, тут есть о чем поразмыслить. Попробуем разобраться. Здравия, живая. Слушай, какая тебе выгода, что нас прокуратура дергает? А? А ты не боишься, герой? Нет. Я уже в Афгане свое отбаялся. Так ведь и я тоже. Да, да. И что такое рейды? И как зеленку чесать? Не хуже твоего, знаю. Всякое было. И под вертушками бегал, и в БТРе горел. Так что не надо. А ты еще больше, подонок. Чем твои дружки. Это почему же? Твои напарники ворюги эти крови не видели. Друзей своих в цинковых ящиках не отправляли оттуда. Ну, с ними все ясно. А ты забыл, что по чужому паспорту живешь. Ладно, все мы по чужому паспорту живем. И ты в том числе. Это ты правильно заметил. Мы живем за счет тех, кто там полег. Только я с твоими дружками за стол не сяду. А ты с ними из одного котла жрешь. Вот и вся разница. А потом... Хватит! Азизов человек! Если б не он, кто бы мне помог на гражданке? Ты? Или, может, те, что в креслах засели? Ты думаешь, я мало порогов обивал, когда вернулся? В общежитии не прописывали. Отовсюду пинали, как пса шелудивого. А за что? И все говорят, я тебя в Афганистан не посылал. Не надо мне тыкать в глаза Афганистаном. Слушай, отца вытащим. Тебе 50 тысяч. Годится? Знаешь, как я тебя вижу? Как? В разрезе прицела. Ясно. Заявление из прокуратуры не заберешь. Ну, смотри, тебе жить. Твою мать. Тьфу. Саня, тебе посылка. Мы ее уже распотрошили. Не обидишься. Мне-то хоть оставили? Конечно. Почта была. Была. Тебе пишут. К обеду поспели. Выше носилки, выше. Поддерживаю. Вот так. Хорошо. А тебя, Тимур, чего возили? Сапоги, Лерич. Ну как, не жмут? Не жмут пока. Держись, браток. Алло. Алишер. Это не волнуйся, я сама доеду. Угу. До встречи. Чисьо, пока. Привет, милая. Душ. Душ. Порядок. Не дергайся. Что вам надо? Остановите. Куда вы меня везете? Остановите. Остановите. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, девочка? Ой, какие мы взволнованные Отпусти ее Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы тебя не тронем Но передай своему вояке, что это последнее предупреждение Он поймет, о чем речь Поехали Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Ну что? Валя, Валя, успокойся Все Субтитры сделал DimaTorzok Одного я узнала На бензоколонке работает Светлый такой Они мне за все ответят Не надо Не связывайся Они ни перед чем не остановятся Я таких знаю Хайдаров Что? Ты должен дать мне слово О чем ты? Что не пойдешь к ним Ну пойми ты, это глупо Ну свернешь ты одному шею А что дальше? Их знаешь сколько? Господи Какая же я дура Зачем я к тебе пришла? Зачем я к тебе пришла? Выслите Эйдара Откройте тайну сердца Скажи, чего тебе в жизни не хватает? Танка Ты это что, серьезно? Ах так? С ума сошла Эйдара То я для тебя Ладно Не говори Хватит того, что я знаю Кто ты для меня Эйдара 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Айдаров, ты меня не обманешь? Иди. Еще раз скажи. Ну, зачем мне тебя обманывать? А? Тем более, что ты права. Ну, а ты умница. Тем более, что ты умница. Тем более, что ты умница. А мне за него пахать. День рождения, значит. Ага, круглая дата. Надо поздравить. Дрова нужны? Сейчас. Салат у меня рано готовить? Нормально. Дай мне вон тот нож с костяной ручкой. На. Да не это. Извините, шашлык к пяти часам? Угу. Лука надо добавить. Дыни из подвала принеси. Поставьте на ящик с водкой. Вот молодцы. Избегайте к дяде Анвару, принесите лепешки. Быстренько. Успеваем? Как договорились. Угу. Мухаммад, закусочку бы? Сейчас будет готово. Какие люди. Какие гости. Ну здравствуй. Проходи. К來 ещё. Ну да. Ум. Ну ты, сволочь. Эй. Что вы делаете? Здесь чайхана. Это за Валю. А это за Лёню. Гад. Ван Варфан, с бегом и певицей. А это за всех ребят. Ира! А сейчас, Контра, ты поедешь со мной в прокуратуру и всё расскажешь про вашу банду. Всё, понял? Зря. Ты про Азизова не забудешь. Зря, капитан. Окей. Вперёд! Именинник. Где служить буду? Пока неизвестно. Завтра комиссия. Когда ещё навестишь меня? Не знаю. Как получится. Свидание ваше окончено. Пора. Значит, надежды на освобождение мало? Не очень мало. Но есть. 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 Продолжение следует... 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 ТЕБЕ ПИСАТЬ БЫ Я НЕ ВСТАЛ Афганистан Своей жарой не обвалил В твоих садах краса дрожит В твоих садах глушует май Убей меня, пока я жив А коль погибну, вспоминай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok